Вы присядьте, и мы как-нибудь будем разговаривать о старообрядцах уже за часами. Я, знаете, спрошу, а вы в Моне-то были? Нет. Не были еще. Ну, просто я хочу сказать вот что. Как получилось, мы здесь, когда этот музей создавали с 2000 года, вот сюда вошли, М. Григорьевна была Лепикова, директора музея, в 2002 году, и мы поехали в Уймон. Что нас туда повело? Вот красота Уймонской долины, много о ней пишут, и в сравнении наши районы, и Хоксинский район всегда были работы. Потом в Уйтинские озера мы там побывали, и мы знали, что у нас там много родней. В общем, короны у нас единые. В Бухтарма там недалеко. И вот мы приехали, когда и Кучуганова Раиса Павловна, и Моне стала рассказывать о старообрядцах. А мои-то, ну вот, Ульга Григорьевна директор, еще тут учителя тоже были, на меня поглядывают. Я улыбаюсь и ничего не понимаю. То есть то, что рассказывает Раиса Павловна, это я рассказывала вот здесь, когда я вот там уже у Григорьевна просила экскурсию провести в музей. А потом-то подхожу, и Раиса Павловна, мы познакомились, все, вы откуда? Она, да я, ну так-то, вы местная, но я воспитывалась бабонькой Наташей Кучугановой. А бабонька Наташа, вот вы передайте ей привет, она в Топольном живет. Вот, все понятно. То есть у нас все едино. Все вот эти вот понимания, корни с Раиса Павловной Кучугановой, то есть то, что написано. Сегодня, опять же, я сталкиваюсь с тем, что говорят, она это начитала с Раиса Павловной. Раиса Павловна, это исследователь, местный исследователь строебрадства. Да, она в Воймоме, в Верхвеймоме. Вот, и потом, откуда я что набралась? Дело в том, что маленькую меня мама отправила, наверное, там не 6 лет было, по бабушкам сходить с языковедом из города Биська. Это была, так, ой, подождите, Сенина Валерия Яковлевна. И вот мы с ней, наверное, неделю-то точно ходили, из дома в дом, от бабушки и бабушки. И все она рассказывала, любая бабушка, а Валерия Яковлевна все это записывала. Она как славянист, вот, ее интересовал Говор, в первую очередь. Потом столкнулась я с ней, уже это был, наверное, 71-72 год в Топольном. У меня бабушки, значит, бабушка с дедушкой в Топольном жили. Она опять, это Сенина Валерия Яковлевна появляется в Топольном. И опять там мы всех обошли. И то есть это вот у меня как бы вот это все запало. А потом все стало прорисовываться, потому что, ну, у нас еще и бабушка в Туманово, она как зима, так она лежит. И к ней все бабушки приходили, все это рассказывали. Так вот, начну с того, что же все-таки в моем представлении прорисовывается. Вот смотрите, когда сюда приехали, то приехали там, оказывается, вот при, либо верхом на конях, либо на беде. Пришли они. Вот, приехали. Приехали на беде. А беда что такое? А вот я считала беда и беда, когда только это в 86-м году я не столкнулась с разрушением домов по Чикаловской улице в городе Барнауле. Я бежала в университет, пожилой мужчина подошел ко мне и как-то, ну, в общем, с таким, не знаю, чуть не плача, вы, ну, вы тут где живете? Я говорю, да вот, вот, ну, дом-то. Не знаете, а куда вот увезли вот этот дом? Там же наличники были вот такие-таки. Я говорю, да, да, вот такие-таки с виноградными там этим. Это оказался, ну, наш краевед Родионов. Вот, и мы познакомились, я говорю, я в Сталинском районе. А, это из того района, где на беде ездили. Я-то считала, что беда привела сюда наших стариков. И я тогда говорю, как, почему вы так говорите-то? А он говорит, ты что, не знаешь, что ли? Ваши места-то какие болотистые? Я говорю, да, да я сама из Туманова. Он говорит, там топит болото до сих пор еще. Он говорит, так у вас все приехали-то туда на беде. А беда это, значит, вот смотрите, дерево рубится. В земле корни никогда не оставляются. Они выгорчевываются, но папа оставится. И это получается колесо. Вот это колесо, это чинайская традиция. И обивать уже особенно железом, это чинайцы. Вроде бы как. Ну, или уйгуры пусть даже придумали. А ваши-то, ваши, никогда землю засорять не будут. Вы понимаете? Суть-то в чем. И вот, это была повозка на двух колесах. Не четыре колеса. Потому что на четырех колесах не проехать было. Я вот к чему это рассказала. Вот, а шли сюда. И ехали. Вроде бы как с бухтарной. Но, что интересно, стала расспрашивать. Вначале волна прошла, значит, их заселение по Смоленскому району. Потом только к нам на Песчанку, да, на Анну. А потом даже продвинулись на Алтайский район. Потом через вот эту пещу. Пришил ее, где я говорила, вот мать, это Пучковского заимка-то была. Через нее вот сюда, как бы, ну, это вот эти волны переселения к своим, да к своим. Но мы берем зал снова за селение Севатопольное. Там первыми поселились Филипповы до Зиновьевы. И род Зиновьевых ввел летопись. Летопись эту найти мы не можем. Но Афанасий Осипович, это вот сохранился до сегодняшнего дня в памяти образ человека. Вот давайте я его обрисую. Значит, годы войны. Идет война. И он, 80-летний, уже в 90-м годах человек, создает бригаду по сеянию, потом, значит, пахать, сеять. Все это наберут на себя старики, именно взрослые, вот пожилые. А ребятишки к ним привыкают только, как управлять лошадьми, а потом коп навозить. И вот эти копновозы и рассказывают. Значит, конь еле волокушу тянет, копну, да, ввезет, подъезжаешь, где за рот ставится. Афанасий Осипович вот такие вот деревянные львы берет, либо полностью, либо пол копны захватывает, ставит и туда, наверх. Вы представляете, вот это была силушка. Мужики, значит, это уже потом, после войны было дело, уже трактор появился, тележка. Мужики втроем дерево не могут на тележку тракторную погрузить. Увидели, что Афанасий Осипович идет. Дедонька, ну ты пока подмогни. Да что ж, не подмогни, туда подмогну. Руку в замок, как-то, значит, настраивается. Я, говорит, скамлялый там, кому вершки, а кому корешки. А я, говорит, не подяжелее, а он втроем-то там. Раз, говорит, положили. Все это умеючи. Вот такой был. А отец его, значит, когда у нас в Топольном, опять же, проходит гуляние, то масленица, то троица. Он, отец, всегда участвовал в соревнованиях. А соревнования какие были? По борьбе. Где канат перетянуть, где камень поднять, где чего-нибудь там. Тут теленочка, тоже ребеночка. Теленочка поднял, ты и выиграл, ты с этим призом поедешь. Так вот, там тоже, говорили, со всей Томской губернии съедутся под баяние хор топольное. И вот соревнуются. Так вот, значит, Осип Иванович-то ходит, шапку мнет, с оболью-то. А ему говорят, Осип, так мы же проигрываем, ты по что не участвуешь-то? Так рад бы поучаствовать, да глядишь, кто мою шапку-то с оболью-то сопрет. Подходит в пятистенечку. Умеючи поднимает со стульчика домик. Шапочку кладет. Ну вот теперь, чего ж не побороться-то? Теперь и побороться можно. Кто не пытался, пятистенечек, уголочек только поднять не смогли. Вот такие вот у нас были люди. И вот они именно заселили. Но это род Зиновьевых. Они сюда пришли со знанием дела. Дело в чем? Тоже, значит, происходило как? Вот волна заселения Демидова, Демидовская эпоха, да? И все они должны были знать руду. На заводах они работать не смогли. Потому что из общего котла грешно. Своя ложка, своя чашка, своя кружка. Вроде бы и была, это было где-нибудь разрешено. А нет, все равно. Не такое почитание, не такое внимание, не то отношение, не такой взгляд. Нет. Как же нам одно дело рубить, а другое дело детей ростить? Мы же к земле привыкшие, а это рода. А рода человека заберет, да еще детей погубит. И вот, и они бежали. И им разрешалось селиться, если они потом определенное количество роды сдавали, отдавали, или места показывали. Вот так Зиновьевы здесь обосновались. А потом подъезжают Филипповы, 1737 год. Это вот, значит, Зиновьевы здесь, и летописи Зиновьев в 1738 году остановились у родничка Безымянного до сегодняшнего дня. Он так и не назван. Потому что у Марфы, у Филипповой колесо сломалось на телеге. Вы догадываетесь, если бы такое колесо, чушь его не сделает. А вы догадываетесь, надо было дерево срубить, не корчевывать и так далее. Остановились с местными алтайцами, а только их звали не алтайцами, а калмыками. Вот это вот. Да, вот смотрите, очень... Ну я вот так, мне 50 лет, я так вот это все помню. Надо мной смеются, правда. Вы понимаете, это буквально вот в 90-е годы, когда умирают наши бабушки, у нас вообще захлестнула нас вот эта похоронная, да, в 90-е годы. Они просто не перенесли вот изменения, вот это вот всех событий. Перестали у нас правильно называться, стали быть алтайцы. Нет, это калмыки. А кыргызы – это казахи. И всегда знали мы, что кыргызы, значит, калмыки и кыргызы, они между собой дружно никогда не жили. Не было у них никогда дружбы. Вражда постоянная была. Ну, ладно, это я немножко отступила. И вот, значит, остаются тополинцы на этой земле, смотрят с калмыками, общаются, а те говорят, ну, чего ж вам здесь не жить-то? Чего ж здесь не жить-то? Значит, руда есть, камень есть, оставайтесь, у нас здесь еще джунгарское таханство, с нас еще дань собирают. Ну, и правда, значит, надо уже землю семена бросать, так они и сделали, посеяли, теплое место. Ну, и побыстрее уже пойду. На Будачихе им проклад показали. Проклад. А это, вот мегалиты, представляете, да? Теперь многие о ней говорят. Это камушки, камушек к камушку, ровненько. То нагромождение камней просто, а это вот на расстоянии, ну, знаете, вот, наверное, от стены до меня, вот так вот, вот такое ровное место. То есть, кони даже пройдут, лошади, значит, нагруженные. Типа дороги? Типа дороги в камнях, каменные россыпи. Представьте, все ровненько выложено. Можно походу вопросик? Вы очень указали точную дату, их здесь появление, 1730-е годы, да? Угу. Значит, а как Вы не разбирались, какого согласия они были? То есть, это были беспаковцы, это были беспаковцы, потому что Филиппов, дедушка, значит, вот из этого рода Филиппов, так, подождите, дед Антон Логанович, он меня крестил в 66-м году. Вот. И из этого же рода, он из этого. А потом я их потеряла, этих Филипповых, я их нашла. Дедонька, значит, дедонька Петра живет, дай Бог, еще жив в Усть-Кане. Но вот эти люди, Филипповы, смотрите, что происходит. В 1924 году, когда становится понятно, что дальше будут колхозы, они, не желая жить в колхозах, собираются все вместе, опять же, Филипповы, несколько семей, грузятся теперь уже на подводы, едут мимо Усть-Кана в Миндур-Сакон и едут мимо Миндур-Сакона. Это от Усть-Кана 32 километра будет Миндур-Сакон вправо, переводится как Битыйградом. Там никаких, не будет никаких вот огородов, там ничего нельзя вырастить. Там алтайцы, до сих пор они только вот лошади, овцы, все, ничего. Парисальнички там малюсенькие только. Они туда едут. Это на Кумир. Я вас почему про Кумир-то спрашивала? Вершина Кумира. Там сплавщики у нас начинают в апреле сплавляться и по бездорожью туда едут. А они там еще деревню организуют выше этого Миндур-Сакона. И что вы думаете, у них остается так же, как у Агафьи Лыковой один месяц июля на то, чтобы все вырастить и собрать. Представляете? Ну да. То есть они перешли? Да. Они находят теплые места, где-то там, в горах. Опять там же есть золото. Я тоже это знаю. Там березовое озеро и так далее. И вот опять же они это все находят, откупаются, чтобы только жить и там их не трогали. Это уже будет советская власть. Это советская власть. 30-е годы где-то, да? Они спасаются. Потом, потом я вот дедонька Петр там иисуска она-то рассказал, что кто-то уехал на Чережский рай, кто-то попали, кто-то уехал на Дальний Восток. То есть вот так. Все это просто. Татьяна, скажите, я вот это вот просто для меня лично вот это слово дедонька, бабонька, это чисто старообрядческое? Всего скорее, что да. Речь у нас была такова. Вот все мягко на конце, мягко. Тая, дятенька у нас всегда так говорили, маменька, дедонька, бабенька. Дело в том, что мою прабабушку все всегда звали бабонька. Ну а фамилия-то ваша? Нет, фамилия у нее была сейчас скажу, что ничего не было. Тут именно. Нет, стоп. Ее девчую фамилию я не знаю, что это замужество. А вот, да, вот теперь смотрите. Матрена Филипповна. Ну, смотрите. Всего скорее, что заселение-то было вот в видении наших бабушек даже. Это они ведь еще, когда начинаешь их, я занималась гражданской войной, да, и когда я спрашивала про войну, они у меня уходили, думаете, в какие войны-то. Они мне про гражданскую войну могли сказать, так здесь этого, как вареного-то банда проходила, так и зеленые были, да кто из нас, кто они тут были-то. Ой, а вот когда еще этот-то, вы в истории-то учите, Пугачев, да, разин-то, да какой-то люд-то здесь и был в Сибири, еще с тех веков. Они почитали тех казаков, они не почитали тех, которые организуют Чирижскую станицу, потому что Чирижская станица, казачки, они их волочью будут видеть, как празднуют, празднуют, празднуют жизнь ведут, приезжают, чего надо, в амбарах нагребают. Грабят. Да. И потом гражданскую-то войну, ее тут что было? Тоже казачки, да, глютовали. Глютовали еще как, но наши мужики-то тут и далее, они до сих пор с обидой, но вот сейчас из-за вот этого, из-за этих территорий, я говорю, давайте объединяться уже, давайте, ребята, жить дружно. То есть нет. Я почему спросила про согласие, сюда же и как раз после Пугачевского восстания и пошли седосеевцы в Сибирь. Они пришли как бы, ну, пешком-то, на телегах, не знаю, но вот как раз Федосеевское согласие, которое самое основное, и оно уже разбилось здесь на разные толки. Но это было позже. Это будет позже. Но что я выяснила в Топольном, значит, часовинку они поставят под Бодочихой. Вот эти вот, Филиппова. Да, Филиппова. Часовинка будет стоять. Часовинку это они поставили. Часовинка разве идет в Старообрядческом духе часовинка. А потом их не будет. Если это часовинка, значит, они ближе к поповцам. А вот, дальше. Я просто рассуждаю. Все правильно, правильно. Все правильно. Если они ставят часовинку, они ближе к поповцам. Если они без поповца, там часовинки никакой быть не может. Вообще. Иконы, да, там рукописи какие-то древние, там молитвенники, это да. Но ни в коем случае не часовинка. Так, слушаю вас. Ага, теперь. У меня тоже это в голове застряло. То есть, меня в купеле купали, Филиппов. А как же это все с часовинками связать? Вот. Дальше. Стоит в топольном здании. Мангазея называется. Я спрашиваю... Я уже смотрите, могу, вам не холодно? Нет. Это вот... Это все нормально. А вам не это? Конечно, не все хорошо. И вот смотрите, Мангазея. Я тогда спрашиваю, а в Туманово-то была Мангазея. Так это в топольном Мангазея. Ты че? У меня без разницы, что топольное, что туманное. Вот эти тополяне, они заселили это топольное, и заимки-то у них были на тумановской земле. А не толк ли этот вот согласие тополиное? Не от этого пошло? А вот кто его знает? Топольники. Их и звали топольники. А вот кто их знает-то? Топольники, рябинники, дырники. Вот это федосеевское согласие разбилось. Ладно, вот сейчас, пока давайте так. А потом, я сейчас просто это, держите хорошо, и я тоже это же держать буду. А потом я раз и говорю, так, Мангазея была, и Сибири, и Чехи, так была. А теперь, Туманова для нас это киржаки, это для киржачка. Это по той причине, что я не Филиппа вот этого согласия вот того федосеевского. Вот я тоже поняла. То есть киржаки это до федосеевского согласия. Ага. Вот. А Сибиричиха поляки. Поляки. Почему? Потому что речь, вот эта пивучесть, вот эта красочность, не скромная, вот такое, нет, даже горбачей не будет. Может быть, не обязательно поляки, может, украинцы, но малоросцы. Нет, 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 это старого толка, люди, это с этими же фамилиями, эти же Архиповы, Сысоевы, Скорьевы. Ну, из Польши. Они кто-то на Урале остались, кто-то на Польше остались, кто-то на Севере остались. Так Мангазея-то. Так ты что, про Мангазею-то не знаешь, что ли, на меня тоже? Ну, так это вот еще говорили, что где-то на Урале-то, на Камне, только это не где, калмыкии жили, а калмыкии-то на Урале, на Юге жили, а вот на Севере-то наши жили, вот по морю-то, которые ходили, с Мангазеи-то они сюда и пришли. Мангазея-то сгорела, они сюда, потом через камень-то перевалили и пришли. Это и были поморцы, понимаете? Так они и пришли сюда, с ведосеевцами поморцы пришли. Вот. Они как раз оттуда и пришли, с северных мест. Значит, это и были волны, это и было несколько. Когда их Петр первый разгромил, там на Севере, ну да, потом еще они как-то век еще там перекантовались, потом Пугачевское восстание их вообще раздавили, и они уже с Севера пошли. Но они прекрасно знали Енисей. Они прекрасно знали Енисей и Овел. Да, они плавали. И они, они, вот смотрите, что происходит, шить из кожи обувь, вот, смотрите, вот точно так же. Как они там дома на Севере ставили, один в один точно так же здесь у нас. А потом только появляется Уралосибирская роспись. все-таки вот киржаки-то принесли вот эту красоту. Тоже. Поморскую. Поморскую. Да, тоже все соединилось здесь. Но киржаки-то шли серединой Урала. Поморцы поверху, а киржаки посередке, посередке, как бы вам сказали. Посередке. На Бухтарму. А вот на Бухтарме пожили долгонько. Долгонько. А потом сюда продвинулись. И что вы думаете дальше? Вот теперь живут они здесь? Огороды. Репка, брюква, свекла, морковка, свои семена. Дальше. Караваны. Верблюдов, сорлыков, разных пород и коней через пляшивую. Я вам не даром ее показала. Идут, в эти влага спускаются. Все вот так вот растекается. Мужики, местные погонщики, собираются. С альпийских лугов наших коров собирают лошадей и гонят. Куда думаете на Енисей? Зачем? Прииски там были. И вот эти монгольские, уйгурские породы всех этих животных вдобавок с нашим скотом кормили все это. Но было мне еще и сказано, что не только туда. Вот пока пароходы-то плавают, так и что мясо-то и в Европу-то и увезут. Так зачем? Ну да как-как? Войны-то сроду все шли. Вот так-то здесь жили. И поэтому Енисей они прекрасно знали. Погонщики у нас здесь были тропины. И дороги это были совершенно другие. Вот вы сейчас ехали дорогой. Это была никогда не проезжая дорога. А прогонные пути были, торговые прогонные пути, это я вам скажу, вот с Палешилой, Булатова, Булатова-Матвеевка. С Матвеевки есть, значит, на вот этот Смоленский район, там под Козырьком, скала, дорожечка до сегодняшнего дня. Этой дорогой и Николай Константинович Рериха проводили. Это выход тоже есть на Чуйский тракт. В середине даже села Смоленского. Не та дорога, которая правее. А в центре села она будет, эта дорога, вы понимаете? И вот эти прогонные мосты, народ потом, значит, прогонщики привезут денежки, когда все сдадут. Людям раздадут, на оставшиеся деньги людей нанимают, мостики мостят, дорогу ремонтируют, свои прогонные. У нас вот тропины, так дело занимались Булатова, в Тугановой были тропины. Вот так-то. А что потом? Думаете, купцы туда ездили? Да, нашу на Ирбитскую ярмарку уедут купцы, а туда, в Монголию, да, в Игуре приказчики. Приказчики туда уедут, ну, поэтому здесь у нас плохо, то никто и не жил. Они оттуда чего везут? Красного здесь много. Так у нас у старого ряда все самое, что выходить надо было в красном. Белое это смертное, а красное это сарафан надо, и красное шайм надо. А еще, если троица, надо, чтобы зеленый платок был. На каждый праздник платок определенного цвета должен был быть. Вы представляете? Поэтому, как мне ездить дитятенькам да дедонькам, я туда, в Уйгурию-то, ждали, когда с Персии привезут товары. А еще говорили, так с Персией-то война идет, так и что? Так там-то война, так а товар-то тогда в Тибет, так еще и с Индии. Персией, война с Персией, это где-то 1818-25 годы. Да, 1823 годы. Там, по-моему, и в 1700 годы были. Три прошло. Три, ага. Они знали прекрасно, что были войны. Ну, прекрасно. Начало 19-го года. Тогда, вот как только война, они едут в Тибет, и они едут в Шамбалу. Ну, что Шамбалу-то там есть, вы это знаете, да? Ну, государство. Оно по-другому называлось Шам-Шам, его давно не было вроде бы как, но они про него знали прекрасно, что туда. Вот у нас на речке Белой-Та, это сейчас чирюзский монастырь, просуществовал до 1921 года. Старобрядческий. Старобрядческий. Как просуществовал-то, знаете? Это уже опять же монастырь в Поповске или без Поповске? Без Поповске. А как так? А я тоже думала, а я тоже думала, гадала. Вот все, вот просто все так вот как-то складывается интересно. Как-то перемешивается. Вот смотрите, я стала ходить в походы, я на плешивую вначале стала ходить. Ой, так ты там вот это-то видала, ну, там это, кладочка-то есть, да вот она уже разрушилась. Ну, так ты тогда с Демина-то иди вот сюда, на польскую-то, как выходить. Ты погляди, с Демина, если пойдешь, справа-то кладка есть, вот, потом вот такую кладку, ты гляди, как на бащелак пойдешь, вот в том-то месте. А куда потом эта кладка? Да к на белую-то, с Тибета-то и ходили здесь. Я ничего не понимала. Потом, ну, как вот, рассказали все? Я думаю, так, почему происходит все-таки ответ на вопрос вот этого часовенки монастырей. Все-таки после Николая Первого, во времена последних, в годах правления Николая Первого, они, власть-то за старобрядцев очень сильно взялась, их так сильно прижали. И, в общем-то, дали небольшое послабление поповцам. И, видимо, вот это вот связано с этим, что люди остались все-таки старого, без поповского толка, но, как бы, немножко легализоваться вокруг поповцев они могли. То есть, обозначить себя, как бы, поповцами, потому что им было дано послабление. Даже, даже еще, да, им давали такое там, еще даже во времена Петра Первого им давали такое, вы, если хотите, называйтесь старобрядцами, но платите в два раза больше эту самую налог. А у них двойной? Налог, двойной налог платите, да. И многие сказали, да нет, мы православные. Так же в точности и произошло, видимо, они как-то подкрасились немножко. Ага, раз вот вы на этом сосредоточились, давайте пока белую наставим, да? Хочется. Ага, поняла я. Поняла. Теперь давайте. Они и церкви у нас наставили. Они даже церкви у нас наставили. Но кроме как Солонешном, вели двуперстие там. Понимаете, что они сделали? А для чего это? Чтобы деревни не разрушили, чтобы их не выгнали. Миссионеры-то здесь сказали. Чтобы немножко с властью как бы... Да. Потому что всем надоело, что власть давит, давит, давит. И я запомнила еще такое. Я удивлялась. Вот церковь для меня, да, было, что трехперстие и так далее. Потому что в последние моменты все-таки будет и в Дюме на трехперстие, и в Тележихе и трехперстие. Простоит, пока не сгорит, но в гражданскую войну сгорит Сибиричехинская. Там не дойдут до этого, до трехперстия. А так во всех вот селах у нас тут нет. Мы в Москалевке, тут у нас какая-то деревня, вообще теперь уже в памяти никто не знает. Тоже церковь была. Кучковская вот эта вот тоже сама. И бабушка моя родная, значит... А, нет, прабабушка. Просто она у меня это дожила до последние лет. Она говорит, ну вот нас что бы не выгнали, тогда мы говорили, как только начну спрашивать. Мы уж все знали ребятешки даже. Вы это... Говорите, что в Дюминскую церковь ходите. Видите как? Что в Дюминскую? Меня прям как ножом пустится. Все, опять ребятешки. Мои бабушки все так звали. Да, ну так оно и... Так оно и вот это, да, вот эта речь. Ну точно, точно. Видимо, у меня предки тоже вот это вот. Сколько они здесь все в Сибирске. Вот. Тоже стараются. И вот смотрите, что по речке Белой-то получается. Это 1921 года. У меня это был тоже где-то 86-й год, что ли. Бабушка на вокзале, у которого проезжали, так сказать. Я жду автобуса, она тоже... Я вот теперь вот живу, так, господи, маюся. Вот я же ведь сверба щелака. Так, а я туда уже хожу с рюкзаком. Бабушка, вы что это? Как там, что? Так ведь мы в войну туда ушли. Ведь это было, что было-то? Ведь зоотехника прислали в войну, и он прививок коровам наставил, они у нас все попадохли, а нас ведь в семье-то было много. И мы куда-то делать-то к родным спустились в Смоленский район, землянку выкопали, тут жили. Тятя там давно вначале туда, на бащелак сходил с войны-то, а потом уж здесь нас нашел. Вот и она мне рассказала, что там монастырь жил, был, мы туда бегали, молились, что Старая Вера, она... Так вот, там ведь это, все говорили с декабристы-то. Так вот, там Плещеева была, от декабристов родня какая-то. Так вот, Плещеева. А потом, оказывается, ну я уже начинаю соображать, это в Плещеев был возле граноначальника даже в Барнауле. И вот, значит, так вот она съездит, увезет, мы что насобираем, какой травы, на придем, на это все, она увезет, оттуда денежку привезет. Представляете, она ездила. Теперь я так позволяю себе сказать. Я еще потом порасспрашивала о бабушек. Значит, вот она уедет в семью Романовых, увезет она царевичу Алексею травы от рака. Ни в одной деревне у нас рака не было. Вот здесь все вокруг Белой. Лечили травами. И царевич Алексей не молитвами, с вами Гришки Распутина был зажив и здоров, а вот откуда это был богатейший монастырь, и почему и просуществовал. И из Тибета дорога сюда была. На самом деле она была. И вот почему? Потому что бабушка мне говорит, вот там вот я-то, говорит, я-то вот не знаю, но сказывали, зайдешь вот на круглые камушки, вот там где ворота, а потом ты правее и зайдешь на круглые камушки. Ох, там запах какой-то такой будет. Я зашла, я думаю, то ли я все, того уже. Ну вот он, это запах. А там кроме черного на камнях вот этого мха больше ничего нету. Ни цветочка, ни кусточка, ну вот еще, ну эти, кедра чмаренька, ну это же не такое, это все, ничего не понятно. И за мной заходит, там единственное, там еще есть в камне, вот эта ниша с водой, да, недалеко. И все, и за мной заходит Лена, она из Новосибирска с мочищем, мы с ней ходим постоянно. Она вот, ты чувствуешь? Я такая думаю, ну почему только я-то, она тоже чувствует, должна быть только я чувствовать. Да, вот это, мы куда попали? Вот вы понимаете, бабушка сказала, мы это почувствуем. Это как? И вот так мне дорогу-то и показывали. Вот там шевешочки, а тут запах, а там вот эта травка, а тут вот речка, а так вот брот-то там. Вот как это понять? Вот так. Курни. И вот от рака, когда умирала, так, баба Мира, да, тетя Мира, даже тетя Мира ее звали, это у меня было в Туманово, мне сказали привезти бабушек по болоту, я иду бабушек по болоту, кочки такие, что у меня из-за этих кочек не видно. Я должна была бабушек привезти, ближней этой дорожкой, а сама вернуться, ну я боялась этого рака, потому что все говорили о том, что, ну что же не увидали-то, ведь можно было вот тут опоро позвать, да ее бы вылечила, вот тут опоро позвать, так вот че ж теперь это, вот Мира теперь умрет, уже ничего не сделает, рак-то вот такой-то и такой-то, рассуждали о нем. Я боялась этого рака, ну в дом я зашла, и вот я маленькая, но среди вот этих сарафанов, юбок, значит она меня как-то увидела и говорит, вот боль вот эта вот в голосе, она говорит, ребенку хоть игрушку-то дайте, у них дома детей никогда не было, а какие-нибудь игрушки-то были, вы принимаете, какие люди-то были, да, все равно в доме игрушки обязательно были, и мне кто-то находит, головенку от Ваньки встаньки, сует в руки к уроку, а я-то, ну и все шепчутся, что у нее сегодня-завтра в утро, все собрались, вот он, все с ней прощаются, и вот здесь уже принимают покаяние у нее, вот, и меня и выставили, что покаяние будет принимать, и все, и я пошла со слезами, и вот с этим, этот рак вот у меня перед глазами, а потом покаяние буду принимать я, произойдет это так, если вам интересно, это традиция, это традиция, мы для этого и приехали, чтобы попасть в прошлое. Я не знаю, как это, что это произошло, просто книжечку с покаяниями моей тети, бабушка Михайловна, которая проводила вот эти там ряды, вынесет на дорогу, или как с костыльком, да, за неделю до смерти, и скажет, передашь Тане, она пригодится, я еще в школе учусь, пионерка, про саму при этом, я даже не знаю, она говорит, и баба Анна, тетя моя, значит, мы ее звали баба Анной, мне это потом говорит, там вот лежит, это вот мало ли что случить, вот это Михайловна тебе эту книжку оставила, там покаяние, все, я, значит, пионер-вожатый, там, в школе работаю, и получает зауча за то, что я на классных часах могла в лаптуб там поиграть с ребятишками, или на пионерском сборе, или там калятки там вот эти мы устраивали, там какие-то посиделки, но посиделки у нас назывались супритками, даже, супритки. И вот, однако, случилось так, что умирает, ну вот уже, уже неделю ничего не пьет, не ест, баба Матрёна, мама вот зауча Марии Васильевны. И меня, значит, дома говорят, вот тебе тетрадка, бери, иди, читай, бабе Матрёне надо покаяние принять, никто не принимал. Я не знаю, что такое, ну я, ну я как бы прочитала, посмотрела. То есть, вы понимаете, для меня Старославянский, так как это естественно было. Прихожу, баба Матрёна не разговаривает, а там я вижу, что надо, чтобы она повторяла. Я читаю, сажусь у неё в голову, читаю и говорю, баба Матрёна, здесь вот надо повторить. Баба Матрёна, начинай говорить. Я, значит, дальше, она длинная, там это покаяние, там опять, значит. Она повторяет, я уже ей не говорю, что надо повторять, она уже где надо. Она у меня повторяет, дочь в это время, значит, стоит вот так вот справа, в дверном косяке у меня. И я вдруг только вижу, что Мария Васильевна так прислонилась вначале, поперлась, потом она уже чуть не покатилась, сдержалась, у меня слёзы на глазах, и всё это, и баба Матрёна заговорила в голос. Она уже не говорила несколько недель, вообще не разговаривала. Я была в шоковом состоянии, потом мне было сказано, что когда людям, отходящим до тот свет, не о чём уже с нами смертными разговаривать, такое бывает, и они никогда с нами говорить не могут. Это не значит, что они там голос потеряли, не о чём с нами уже говорить. Понимаете? Они уже приготовились к той жизни. И вот потом, просматривая вот всё это, я сразу как бы стала понимать, что вот у нас такого, у бабушек, мы родственники с бабушками как-то всё больше, поклонения Иисусу Христу не было. Почитали Богородицу. Очень сильно почитали Богородицу. Человека прощали. Вот за ложь только говорили лгун. Лгун. Ну вот как-то и сразу по глазам говорили. такой-то вот ты, такой-то вот такой-то, такой-то вот. то есть, но всё равно наказывали, не ему внушали, вот да, вот вам, например, что ты такой-то, такой-то будешь. Нет, не будет внушать. А вот мать, и бабушке, тётушке скажут, ты, Аксиня, приглядывай, он то-то, то-то может сделать. ты присматривай, ты ему вот так, вот так-то делай. Вы понимаете, это как вот было. Это как-то, то есть, вот это шло, такое воспитание. И вот, и община, вот, она, она была. Это я потом понимаю. И мне вот, например, роднее община, Тумановская, хотя она жёстче меня воспитывала. Топоринская, она тоже была там вот эта, но она, она какая-то иная, слащавая. А почему? Потому что нам было так наказано. За мирских-то замуж не выходить. Будет время вообще, не приведи Господь там с чинаицами связаться. Ой, нет, вам тяжко жизнь ещё придётся. Нам-то тяжело, у нас война была, так мы дружно жили. А вам-то ещё тяжелее. Думаю, что здесь такого-то? Да я, иностранцы, тут в университете учусь, да вон как хорошо ты с ними общаешься, да никто никого не трогает, никакой войны, ничего нет. А ну нет, видите как. И вот с мирскими-то, это не то, что значит, что там чашку. Ну вы это всё знаете же, да? Конечно. Вы понимаете, что у нас, ну я конечно-то рассказываю, ой, бабушка говорила, ну так вот, мы с тятей-то жили, в Туманном, она говорила, так вот, сроду не закрывали воду-то, ну пойдёшь, подчеркнёшь, ну ты-то иди. И вот я пойду, ведра 15-ти литровые, на коромысли, идёшь по воду, и вот всё равно повторяешь, берёшь, батюшка водится, матушка, позволь мне воды, не ради корости, не ради там лечения, а ради того, чтобы напиться, да умыться, а то в бане помыться. И вот так вот прям разговариваешь, разговариваешь, потому что всегда говорили, это вода, она живая, она живая. Вот тут по жилочкам кров, кровушка течёт, а водится. А стали закрывать-то тогда, когда, ну нехорошо стали говорить. Вот нехорошо стали в доме, то вот эти слова-то ненужные произносить, у нас дедонька так вообще стал материться, так вот и твой папка-то тоже, он как матюгается. Откуда чём пошло? Ну нет, вода-то должна быть, крышка закрыта. А вообще-то грех материться. Люлька висит в избе, вон она, качается, а они тут матюгаются. Так это чё будет-то? Нет. Люльку, значит, ни ногой, ни одной рукой не качай, двумя ручками только, двумя ручками, никакими ногами. А то сейчас в интернете там ещё кошки на собаке для бабушек, это было вообще страшно, что Люльку качают, животные. И вот именно каждый день видите, в чём это вот всё было-то. И что сейчас вот даже вот со мной происходит. Тётя у меня, это для них вот естественно. Они, например, мне звонят, и, Таня, сегодня этот день, вот 30-е это, ну пусть вот, да, 30-е, так ты чё про него, баба Анна, ты чё говорила? Дело в том, что у нас так и было. Вот живой, а в туманах. Идёт одна бабушка. Ты сегодня это, грядки-то не поли, а вот завтра тогда поли. Ты вот на той неделе, то вот в тот-то день вот это вот сделай, ты не забыла? У нас вот так мы жили, вы понимаете? То есть, вот сегодня мы день поживём с вами, на следующий день, 30-е октября, у нас будет в жизни то же самое. Этот день посвящён какому-то природному событию, и мы его должны прожить определённо. Точно так же, как мы положили, вот рубанок на это место, дед ещё, прадед положил, он там и будет. И не будет наш компьютерный мозг заморачиваться, где его искать. У нас машинально всё это получится. И вот точно так же, ну только, ну как бы, сосредоточиться потом уже надо, на чём. Вот мне говорят, они не, то конечно совершенствовались ваши старики, вот как жили, жили, жили. Я говорю, это расстойте. А кто ж это всё разбирал? Кто ж это всё мир-то познавал, понимал? Это же ведь надо понять, сколько всего это? И у них вот был настрой. Вот хотят они дом построить, теперь вся деревня должна знать, какой у них будет дом. Да ещё она строится так, чтобы без зависти это было сделано. А потом уже, и тогда собираются, ну кто дом-то будет строить-то? Ну вот у нас, кто в такой он строился, ну так будут строить, ну помочь их организуют, там в начале-то. Ну а потом кто самойдёт, то идти, помогут, когда ходят, тумановские подъедут. Так оно и было. Понимаете? Помочь всё. Оно, людей даже не звали, а люди приходили. И вот, вот это вот, а на это надо, и надо было настроиться. Или настроиться на то, что ты пойдёшь деревья рубить на этот дом, вот такое дерево срубится. Потому что, ну я помню, деда говорил, что ой нет, я вот пока на тракторах этот лес не буду возить. Мужики согласились на холик перевезти лес. Представляете? Даже вот это там всё важно было. Учёные сказали бы классическая, старообрядческая общинная психология. Вот так бы они сказали. И вот от мала до велика, вот во всём, вот утром, ну я стараюсь рассказывать, вот у меня молодёжь просят даже, когда, говорю, вам как это всё старообрядцев рассказать? Я-то вот просто помню, вот лежишь, да, ещё, ага, в начале что? А в начале умывания, бокомойник сработал, бабушка проснулась, умылась. Умылась она, помолилась, помолилась, к печке подошла, значит, ага, чугунку на шесток поставила, картошка с вечера ещё там была, а теперь она воду налила, крышку чётко открывает, налила, значит, в это время, значит, она там подожгла уже печку, печку, там горят, защёлкали, только-только-только защёлкали, значит, дровишки, а трава-то, вот тоже, надо, чтобы, ой, откидывались, вот на моей памяти, дрова, если привезённые, какие-то сучкастые, не поглянутся, не в печку, не клали, ровненький, ровненький, это у меня папка тоже ровно рубил, меня приучал, у него язва была, он меня приучал, чтобы я, значит, ну, так-то, так-то рубила, и единственное, что он ещё сделал, на клетку он сам нарубит, всё ровнее, у меня всё равно это не получалось, и вот ровно-то, ровно, полежка-полежка, вот там они эти дрова ровно, красиво затрещали, этот чугунок стоит, ага, подойник берётся, всё, пошли, коробу дали, там уже, всё, вот корова доится, в это время, значит, дед встаёт, дед встаёт, умывается, но он не молился, одевается, и пошёл тоже туда, бабушка заходит, молоком занимается, печка, готовится, а кашня-то с ночи стоит, каждую, каждую ночь, её надо 2-3 раза встать, ну, вот, кашонка, это место, это вот такая вот называется, кашонка, это вот, на 4 человека, на ещё что-то хватило, а зачем, коржня, коржня, мы не встаём, коржня, она сама поднимается, сейчас это вот, а раньше-то подбивать надо, подбивать, так ещё, а зачем, ну, смотрите, мука, она хранится, в кладовке, занесёшь, 12 раз её просеешь, она прогреется, да, прогрелась, а что бы она, вот именно, согрета, а это, вот она поднимется, и надо опустить, какой хрестан делали, ржаной, или шемишный? Ржаной, в основном, вот эти как. Мы ржаной делаем, без дрожжевой делаем, то есть, сами вырастили за классом, у нас первая клашня стоит, ничего мы её не подбиваем, она выстрелилась, потом ставим опару. И мука стоит на балконе зимой. Мука стоит на балконе зимой. Мреть её надо, греть её надо. Очень жалко, что мы вам хлеб сунь не привезем. Ой, ничего, ничего, а вы знаете, клейковина другая, а вот про это заговорили, я вам сейчас скажу. Дело в том, что, вот что вам скажу, потом-то у меня было в жизни продолжение, вот всё, что я знала, я это всё передавала этнографу. Ведущая этнографа была в России, у нас не покойная, в 2004 году умерла, в отеле месяце Лидия Михайловна Русакова, Слава Сибирска, Сокодинградка. И вот, вот это мы с ней тоже, где-то, где мы были-то, я не знаю, где-то в какой-то нашей деревне здесь были. А я говорю, Лидия Михайловна, вот им я говорю, бабушка говорила, айинка, айинка, пшеница. Она говорит, ну да была такая, ну, я говорю, давайте про неё, про аленькую пшеницу проспрашиваю. Вот эту бабушку, она заикнулась, что-то, что-то как созреет, алое, алое поле. А я-то почему знаю, меня, когда бабушка отправила, как сказать, на поле, где для 28, выращивалась аленькая пшеница, я посмотрела размер этого поля, пришла и говорю, баба, 28 человек не прокормить с этого кусочка, ты кого говоришь-то? Или земля там сползла, или чё? Ну, так ты точно там была? Ну, вот хибешочки, вот ручеёчек, вот изгиб, вот берёзки, вот как всё ты обрисовала там, как выпахали на этом, на булгорочке. Ну, так а чё, аленькая-то, разве много надо? Оказывается, она кустистая была. Она была кустистая, и вот когда она созреет, вот она алая, алое, это поле становится. Куда она исчезла? Это ещё 25, опять же, 5-й, где-то год, 24-25-й год, стала появляться ржа. И вот они опять на силу пытались сохранить эту аленькую, а потом, помните, заколосочки сажали, а как было не садить? Потому что всё, это была смерть. Её уничтожили, привезли потом другую. Я не знаю, это вот как есть, как мне рассказывали, колхозы образовались и привезли другую пшеницу. Но вот эта пшеница, аленькая, уедет в Аргентину, в Канаду, туда. Но вот Лидия Михайловна Русакова, почему я не вспомню, она говорит, мне говорили, что в годы войны, в Великой Отечественной войне в Ленинграде спасли зёрна этой аленькой пшеницы. То есть там была особая урожайность? И клейковина была другая. Она была вообще другая. Это пшеница. Это пшеница. Я всё думаю, зачем аппарат отбивать? Надо попробовать. Нет, она старшаная. Ну, я не знаю. Она старшаная. Они... Попробовать надо. Это всё экспериментно. Я попробую. И ещё, что вот я за... Дрожжи, это из хмеля были, дрожжи. Раньше, да. Либо картофельные были. Других-то, естественно, и не было. Причём, это из дома в дом, так вот это всё обменивалось. Да, естественно. Закваска, вот она живёт, и её только обменяться можно. Да. И у нас, ну, вот обязательно... У нас, мы до сих пор так живём. Вот у нас сейчас тумана. Одна бабушка умерла, на другой день умерла её племянница. Ну, они... Одна с 28-го года, другая с 29-го года. То есть, это вот... Подружки они были. И... Ну, а так бывает, что это случись, так вот в каждом доме-то нет уже этого. Тогда, вы же знаете, как у нас ещё, среда-пятница, это будет постный обед. Если даже человека на третий день коронит, так ли? Это будет обед обязательно постный. А это значит, будет определённая пища. Картошку, сразу говорю, у нас не почитали. Если делают окрошку, без картошки у нас здесь. Вот. Это сейчас там, что попало на столах, можно увидеть, а раньше нет. И вот этот квас, он в каждом доме практически разный. Ну, гуща, потому что разные. И вот, ага, вот там надо будет, вот если поминать там, Марию, то надо это вот, эту гущу взять. Она такой класс любила, вы понимаете? На окрошку один квас, на питьё другой. Остается уже. А если пост идёт какой-то там, рождественский, например, это вообще, как бы, естественно, даже не обсуждается. Бабушки, у нас всё равно будут, на поминках есть, только, вот именно постную пищу. Для молодёжи сделают, там, с мясом что-то, а бабушкам постную. даже вот отдельно, если на то пошло. Вот на сегодняшний день так. А раньше и все придерживались этого. Откуда у меня тяга к изобретению кваса? Это вот гены сказываются. В следующий раз вам привезу овсяный, ячменный, бездрожжевой, на хлебной закваске. А у меня первая покраска. Ну ладно, я вам там это... Вот четверговая соль. Вот четверговую соль. Что я слышала? Что это? Четверговая соль, она будет тоже, значит, вроде бы как обыкновенная соль, килограмм соли, да, с хлебом там она потом пережаривается, потом через сито протирается. Сито должно... Ну, а сито-то раньше будет... Кстати, сито делать тоже надо было уметь. Из чего вы делали это? Волосиное. Помните, волосики вот такие делали держать. Давала специально. Красиво-то не было? Угу. Так вот прямо это, вязали это сито-то. И вот, тут я уже так, ну, про пищу я вам, как бы, ну, ээээ... Четверговую соль. Вот это вот, да, четверговая соль, вот она просеется, потом кому-то она для здоровья, или, ну, для лечения, в первую очередь, она идет. Ведь соли раньше не ели много. Я запомнила, что когда здесь первые поселенцы были, если связываясь с 1800-ми годами, уж соль-то тут была. Если вот как ученые сегодня связывают. Опять раз и сто лет куда-то убирают у нас из истории все. А если, как бабушки говорили, когда мы здесь жили, соли-то не было, да еще они окна затягивали бычьими пузырями, это потом слюдо повезут с востока. Это потом стекло пойдет с востока. А окна-то до этого были маленькие. Но только три венца, да готова изба. А три венца сегодня, представьте, я тоже думала, это какая-то маленькая. А когда Николай Константин Ширерий здесь в 1926 году приезжал, то вот он как раз с Михаилом Прокопичем Демидиевым, первым учителем села Туманово, выехал на родничок. И Михаил, почему они выехали? Потому что они проехали несколько родничков. И Михаил Прокопич уже, это интеллигент из Балавоя, приглашенный старообрядцами. Первый урок он провел в феврале 21-го года в Туманово с Киржаком в доме, в котором собирались и молились. Это вам как? А председателем в это время в Туманово был... Туда же вообще чужих нельзя пускать. А председателем в это время был наставник Бурьян Пушкарев. Он был председателем с 17-го года, он же и наставник. Вот вам была советская власть. То есть старообрядцы они всегда сохранялись. Школа была нужна. Опять так же, как в церкви нужны, о чем мы говорим, так же и школа была нужна. И вот на этих лавках, на которых они молились, здесь детки и учились. Заслонка так и была. Это доской, единственное имел, привозил Михаил Прокопич с Бицкого. А у Михаила Прокопича я с ним дружила, начиная, ну вот он умер в 86-м году. Поэтому я еще маленькая, бегала в топольную к нему, бабушка что-нибудь напечет и говорит, там, уйди к Нине, ну ты или бабе Агнеи забеги к Михаилу Прокопичу обязательно. Очень его любили. Он был в Туманово, учитель, потом был репрессирован и вернулся в топольная семья там, где он жила. И вот он меня воспринимал как Туманово. И вот мне все рассказывал. И вот Николай Константинович поехали, значит они вдвоем на лошадях. Вся экспедиция Рериха будет ночевать в Матвеевке. Николай Константинович, Рерих будет ночевать в Туманово. И Михаил Прокопич то, что он воспринял из Тара Вера, будет ему рассказывать. Вот в этом родничке ни в коем случае женщина пить воду не будет. По-женски заболеет. Вот в том глаза помоешь и прозреешь. Михаил Прокопич говорит, правильно, так оно и должно быть. А вот в том году, в Березовом, значит, колеса огненные появляются. Ну и буралон такое, ну что, ладно. Потом с этими колесами будут бороться молитвами дедонька Федор. Да, дедонька Федор молитвами и заглушит эти колеса огненные. Не знаю, ну это тоже воочию было. Вот. И подъедут они к одному из родничков с Михаилом Прокопичем Рерих. Пенечек будет огромный. Весной 21-го года ребятишки Михаила Прокопича приведут к этому пеньку. И 15 человек залезут на него. И Михаил Прокопич, когда мне рассказывал, паузу такую сделал. Я говорю, Михаил Прокопич, ну и что? Он говорит, ого-го, 15 человек. Это ведь не малышня. Я же тебе сказала, в 21-м году им по 15 лет было ребятишкам-то. Вот такие деревья, так говорят, у вас были в Туманово, когда Туманово заселялось. Нет, это было с половиной, не меньше. И про тополя никакой речи не могло быть. Если бы были тополя, никакой болотины бы в этих местах не было. Но в Топольном и в Туманово тополя появятся в определенных местах. Не везде, а в определенных местах. Но из лодок тополевок будут делать за день мужики, 5 человек, сделают долбленку, распорки поставят. На следующий день уже на этой лодке плыви, хоть на ярмарку в Сибиричиху, хоть в Антоневку, да и биплыви. Потом ее либо волоком, либо бросают, там коня покупают. Лодки были прекраснейшие из этих тополей. Но возле дома никакого дерева никогда никто не посадит. Рябину только еще можно, но только там, чтобы в кухонное оконце можно было смотреть да любоваться. Но я тоже думала только любоваться. Оказывается, гроздья рябины надо было между окон накласть. А это уже с молитвами, со знанием дела должна была сделать бабушка. А потом где-нибудь там уже на задворках, чем старее дом, тем понятнее, что где-нибудь там будет в конце огорода черемуха. Почему? А потому что в каждой семье все равно всех лечили. А вот никогда, никогда, чтобы не было страха у человека. Вот никакого. Не дай Бог там сдрогнул. Ой, тут же выливают воск или как-то что-то все. Чтоб человек без страха жил. У него страх вот только совесть. Вот как бы и вера не в Бога, а Богу. Поэтому страх-то вот перед даже не космосом, а вот чисто совестливый вот такой вот, чтобы было. Понимаете? И вот поэтому, когда раньше-то было, идешь вот этим водопадом, придете вы к водопаду, вы меня потом помянете, как говорят. Семьдесят два метра справа будет россыпь каменистая. В классе у меня от, ну в общем, детей было, ну от двадцати, то там еще цеплялись несколько, до двадцати шести. И всех я, ну раз только по веревке спускала, а так всех туда-сюда, туда-сюда, по этой россыпи. Я это знала, чтобы страха не было. И чтобы у них страха не было. Когда мой, мной воспитанный уже, вот ребенок, встал тоже ходить, и однажды возвращается и мне говорит так. Он мне говорит, ты кто ли дура? Я думаю, Миша. Ну мы уже как бы вот жили, они, мол, семья свою, это, одноклассники соединились уже, да, уже живут вместе, и мы им помогаем, и они нам как-то все взаимное. Нет, ты не представляешь, ты куда нас таскала-то? А если бы хоть с нами, с кем-то, с одним что-то случилось? Я говорю, Миша, а в том-то и дело. Вот это вот откуда-то силушка вот эта вот такая, что я знала. Я говорю, Миша, посмотри, ты другой стал, когда ты за мной таскался. Я говорю, я тебя с собой не брала, он с другой попался. А он с моими постоянно ходил. А я говорю, а Костя? Костя, который ныл вообще, он ведь изменился. Ну да. Вы понимаете, вот это вот, чтобы страха не было, и потом у меня будет мальчик из Новосибирска тонуть на Кумире, а там бочка. А там паблички вот такие вот, сплавщик из Украины, 66-го года рождения, 64-го, там 80-го, там какой-то вот, 7-й что ли. И у меня мальчик, я их не выпущу, я их не знаю, они только приехали из Мальчиши, я их еще не знаю. Я только из машины не выпустила, все рассказала, как себя вести, народу было много. Мы стоим в вершине этой бочки, и вот этому мальчику, как он потом расскажет, захотелось броситься в эту воду, потому что волна его позвала. Пенистая волна этой бочки, в которой сплавщики тонут. И он туда пошел. И вот когда вот это вот все это, как сказать, я это поняла, что, где он, приближала к плесу, девичий плес, там тоже есть свои легенды, тут я уже это заговорила, не знаю на каком языке, тут уже я с вот этой водицей заговорила, на таком языке, что я не знаю, что обещала. Но орала, я орала, я орала, зверем. И меня услышали. Из всех людей, которые там были, три человека. И у одного было ведро, просто на прополу, рванули под скалу. И смотрим, говорит, головенка, бросили ведро, и он вот так протянул, и он, говорит, еще вот так, и вытащили меня его. Вот то, что происходило, это вот это вот, это не понять, что. И поэтому вот я к чему? К тому, что староверы, когда они сюда пришли и столкнулись с калуками, они вот здесь жили еще теми понятиями, как мы говорим сегодня, язычеством. Они облаготворяли вот эту всю природу, они не выделяли себя из природы. Мы такие же животные, такие же звери. Так же все это воспринимали, так же все это понимали. Если тебе в глаза она посмотрела, косуля, в которую ты будешь стрелять, все, разворачивайся и уйди. Если ты пришел, дерево, которое хотел срубить обухом топора, ударил, да звук оно тебе не так дало, не такой, рубить его не будешь, уходи. И поэтому здесь старообрядцы с алтайцами как-то и соприкоснулись, потому что у них вот в их мировоззрении точно такое же, только со своего, значит, шаманского такого мировоззрения. И у старообрядцев та же самая любовь к природе и почитание природы. Незаром я говорю, что у них все даже толки назывались по имени там топорники, дебильники, черемушники. И вот через Карамол она была тоже, сегодня воробей пройдет, как говорим, да, перейти не может, переехать на коне не могут. Дед Миней приехал, значит, и сына Павла отругал, куда же ты приехал-то. Вот, а потом мне, значит, уже, это тетя 15-го года рождения, она говорит, что, ну, так вот, ты же знаешь, где мы в Ивановке-то жили, ну, вот, лето-то засушливое, а дедонька-то говорит, ты беги, сбегай вон туда, в юрту-то, попроси, чтобы дождь-то хоть наслали, это чё, эти хлеба-то погорят ведь совсем. Ну, вот побежала, а Иннок, интересно же, чё, а там вот польский-то течет, а он это огонь разжег, шаман-то у них развел, это, а потом камень оттуда достал, с огня-то, с огня-то достал, а потом как-то он его, это, руками взял-то и отнес в речку-то, так и ещё домой не вернулось, а оно уже тучи набежали, ну, и всё, и всё, и все, и забыли. Ну, то есть он пошёл к шаману, договорился с ним, ребёнка послал, и тот дождик вызвал. А потом, ну, а я вот тогда спрашиваю, говорю, а куда потом-то они девались, куда уехали-то они, а шаман-то куда девался, так вот, о, да вот не знаю, чё это, ну, так и шо-то чё было-то, сейчас расскажу вам, как это всё тут было. Это лог, это польский, да, есть польской в Дёмина, у нас польский в Туманной. Значит, ну, так вот, сено-то убирал, выше дома-то, тут уж, накошено было, а глядим, господи, так это чё, облако-то по земле идёт, прямо это с вершины польского-то сюда плывёт, да плывёт. Дедонька, вот, дяденька, отпусти эти Христа ради, это чё, это облако какое-то плывёт, прямо поглядеть, ну, так они, вы чё, ребятёшки, кого придумали-то? Ну, страшно же, да и все вместе, ну, мы-то всё равно вперёд, это взрослых-то сюда прибегаем. Гуси идут, гуси идут, а погонщики-то говорят потом нам, да, уже все собрались-то, ребятишки, идите на ваструшки смолы насобирайте. Мы смолы-то насобирали, думаю, ну, чё дальше-то будет. Ну, так они в загон-то тут, где юрта-то была, это вот, ну, лишь анон-то жил, да, значит, согнали эти гуси, это всё. А утром-то мы ранее, когда побежали глядеть, они же нам обещали рассчитаться, кто бусинки, бусинки привезут. Как-то они называли этот бус, это не так. Вот как-то они их, вот эти вот, вот такие вот, но они по-другому. Вот стекляр, что ли, как-то вот, да ещё, ещё как-то даже по-другому нечего назвать, вот такой вот, да. Ну, и они же пообещали, а ещё не рассчитались с нами. А мы глядим, они в противнях смолу-то растопили, а потом на мосточке-то, на прогонном эти противня-то наставили, гусей-то через противенечки эти прогнали, а у них платформочка образовалась, они и пошли в бейсик на ярмарку. У меня и с бейсиком приключения были теперь. Представили, буси пошли в бейсик на ярмарку. Я считала так, что бабушки произносят неправильное слово бейсик. Ну вот. Значит, там у нас в такой коллектив «Тополёк», детки маленькие, в Новосибирске мы их однажды привезли с учительницей, и она... Я вас не утомила? Нет. Я вам, значит, уже заговорила обо всём, но вы просто представляли, что вообще происходит. И вот там надо было дяденьку одного спасать, он говорит, ну пойдём со мной, а то меня сейчас физики напоют. У меня говорят, друзья здесь, а это международный фольклорный фестиваль. Они меня напоют, а мне завтра выступают. Ну ты меня спасай, вот тебе вода с бутылки чистая, а вот это, значит, ты мне тут садись рядом и подливай это. Ну и всё, я с дядей Мишей, значит, с гармонистом, дядь Миша играет на дорожке, чистушки поёт. Молодька, селка, молотилка, коабуратор-веелка, а за сеялка идёт рядовая сеялка. Это у меня припев такой. Ну вот. И, значит, здесь появляется Геннадий Заволокин. Ну и вот это, что-то раз-раз, и, а мы в Бесик поедем. Я говорю, а почему вы так говорите-то? Так, вопс, пока мы в Бесик поедем, оказывается, есть где-то, где-то другой город, ближе к Енисею. То есть наши прогонные пути-то вели на Енисею через Бесик. Не этот Бесик совсем даже, а Бесик, где ты и ты валишь, то ли где-то там. Представляете? Вот так-так. Я только вывоз сделала, это был то ли 89-й или 88-й, вот эти первые, даже не знаю. Когда я по голове заработала. Вот представьте. А я тоже думала, бабушки наши неправильно говорят. Вот, фигуи, а гуси туда ведь шли. Ничего-то? Пешком. Пешком, пешком, пешком. Вот это вот представить, это вот. Ну и я всегда задумывался о монастырях в Монголии, это было интересно всегда. Ну и вот, что еще? Вот вы поняли, да? Вот опять же, этот поток спускается, каравана, в польский блок. Я уже тоже представляю, верблюды. Верблюды, и они, значит, с той стороны короб, с другой стороны короб. И вот, значит, тут тоже верблюдов надо там обихаживать, да все. И дети этим делом заняты, а погонщики им, значит, где стеклянусом насыпят, где они приглядели курочку, ну, наверное, петушка тоже. Вот и договариваются, на следующий раз мне хохлатых привезите, как вот там многие кому-нибудь привезли, хохлатых, нам тоже таких надо. А мне вот курочку там, чтобы, значит, ножки были пушистые, а мне рябенькую. И ведь все, говорит, исполняли, все привозилось. Представляете? Вот, вроде бы, и сказка жизнь, да, в то же время. Вопросы навеяло. Первое, вот смотрите, насколько вот здесь вот в этом вашем районе, ну, поездили немножко, не видим совсем алтайцев. Они что здесь не ужились? Калмыков-то? Ну да, назовем их так. То... Нет же вот алтайцев. Вот знаете, когда они ушли, все-таки они ушли, давайте так, вот когда пришли мирские, вот Березово, Березовка у нас, большая Березовка, или вот эти села до Саванешного, да, там ведь тоже жили алтайцы. Когда пришли мирские, вот как мы староверы говорим, мирские, да, вот с ними они жить не стали. Не жили, да? Вот у меня тут такое приключение было по осени, молодой человек. То есть это не старообрядцы их вытеснили? Ну, все. Мы учились, я просидела в школе, вот там, за одной картой, вот с Галей Матвеевой, она алтайка, она мне сейчас работает в школе, вот это, одна сестра, ее в школе работает, а она в больнице, Галя, работает. А мой дедушка, значит, господи Ефим, он дружил с дедом Волгаком, с их дедом. И там это вот единое было. Прям вообще все. Даже не различали. Мы правильно подметили, что здесь сейчас алтайцы не живут, да? Да, мало-мало. Мало. Эльники готовят туда, где староверы. Они мне в туману, в моем туману алтайцы живут. У нас было село Барсуков, заселено алтайцами, а они переехали в туману. И очень хорошо, друг друга мирно. Да, никаких таких разделений нет. У нас есть семьи, староводовая тетя Зина в Топольном, до того они из старообрядческой семьи, она тоже, дед Дима, они сейчас живут с алтайцами. Смешанные семьи. Но прежде, конечно, надо было обязательно крестить. Обязательно крестить. Если так получалось... Как крестить? Ну вот, если замуж выходишь или... Как крестить в каком? А в нашу. В нашу веру. В нашу веру. В Купеле или в реке. Техразовое погружение обязательно. Вот это было естественно. То есть крещённые алтайцы? Угу. Можно смешанные братцы и все. Потому что, видите, надо же семь колен отчитать, а где эти, бывало, что и не получается никак. Замуж не заговорили уйти. А если убегом за алтайца дал он некрещённый грех. У меня баба рассказывала, что говорит, вот сестра стоит, а они едут на пришивую, вот как раз на телегах. На телегах с ягодами. Она стоит у ворот и плачет. Нельзя было к ней подойти. Нельзя. Не простили её. Потому что он не перекрестился. А она за неё замуж полюбила, что-то. Вот такой вот было тоже. Понятно. Так, ещё вопросик. А как наша традиционная церковь здесь обретается? В этих краях. Ну, у нас вот, вот смотрите, в 37-м году расстреляли служителя церкви. Приезжал в 2000-е годы, где-то начали в 2000-е годы. Сын этого расстрелянного священника, они бежали через тележуков в Казахстан. И где он потом жил, я не помню. За что расстреляли? Ну, просто за то, чтобы служить в церкви. Ага, ага. Ну, я не работала же в музее, просто я помню его. Он меня директор музея позвала, говорит, а что ты знаешь. Но я, нет, я ничего не знала про это. Он приезжал с той целью, что их семья жила у кого-то здесь на квартире. И вот ему хотелось бы, конечно, найти у кого. Где-то дома, всё там. Нет, этого не случилось. Потом у нас в 2009 году строится церковь. Вот там возле кладбища. Сефир Саванешная. Я не знаю, там сколько прихожан, но служители у нас меняются. Да, вот интересно, сколько прихожан. Люди у вас в основном всё-таки не идут в храм, скажем, мягко. Или как? Ну, это чисто любопытство, может, не отвечать. Нет, я даже не знаю, потому что я сама не хожу. Мне же это сложно сказать. Но я что хочу сказать, что, коли у нас сейчас нет наставников, да, всё-таки раньше придерживали, чтобы были мужчины-наставники. А сейчас вот женщины последние отживают срок, и деток, чтобы крестить в нашу-то веру, это проблематично. Поэтому и крестят в этой церкви деток. Поэтому поток может быть и всей надеются, что он пойдёт в эту церковь. А вот, то есть наши веры сюда приходят уже. Потихонечку уходят. Угу. Такая же страна, что он. Угу. Шаман. А шаман, почему вот это место потом осталось так пустое, я спросила дётю, попала шаровая, но он мне варил прямо, где жили, и убил. Угу. Ещё один длинный вопрос. Ты всё? Угу. Длинный вопрос назрел. Даже не знаешь, с чего начать. Начну, наверное, с первого вопроса. Вам как относитесь к книге Алексея Черкасова «Хмель»? Вот, когда я прочитала, я как-то прямо это, наша жизнь, а тем более Черкасовы, у нас они жили в Топольне, тоже стародряческой нашей деревне, да. Ну, а потом я узнала, что это Черкасовы такие, как сказать-то. То есть, вы как бы эту книгу где-то восприняли? Да. Значит, второй тогда вопрос по ходу. Вы, такая фраза померкнула, что у вас деревнями друг другу помогали. Угу. Следующий там идёт. Он там пишет, что уже все толки между собой передрались. Но он-то пишет про красноярских и про енисейских. Как раз вы рассказываете, что уходили на енисей, значит, связь вот этого была, этих толков, связь была с енисейскими толками, понимаете? Какая-то взаимосвязь есть, она прослеживается. Но там они между собой передрались, и друг другу не это самое, как жили, как раздельными общинами. Не пошла вот эта общая община, а вы вот тут расскажете, что между деревнями взаимопомощь. Как бы, ну, правильно вот это вот взаимопомощь. Всё правильно, всё правильно. Вот смотрите, да, я сейчас немножко что поглубже. Это шло постепенно тоже. Помимо того, что, значит, вот киржаки, поморцы и поляки, да, у нас ещё были австрийцы. Но им сразу сказали, молчи, что ты австрийец, не жить тебе. В смысле австрийцы? Австрий, то есть, ну вот если, как мы говорим, поляки, потому что они пожили на территории Польши, да? А этот род пожил, род Ловиковых, ну, только пожили они на территории Австрии. Но у них там попустительства были огромнейшие. Это же всё попустительство какое там, что, ну, как сказать, у нас вот... Я не знаю теперь у кого, у поляков, у киржаков или у поморцев это вот так заведено. Вот вы побыли в гостях, я теперь за вами, пока вы мне не... Вы же мне скажете, когда вы до дома доедете, да? Вот. А пока вы не доедете, я за вами полу домывать не буду. А в это время ко мне придётся на педстанция и штрафы пиши. И так оно и было в советское время. Вот когда стали изучать культуру старовера, они так и говорят, они там, значит, кичутся своей чистотой. Или мирские тоже так же говорят. Кичутся своей чистотой, а у них там грязно-то как. Так вот у этих грязных, у них поп не моется, потому что народ из дома не выводится. Они к вас, он поет и так далее. Я сама переживала это, глядя на женщину, у меня... Я хлебу ещё, про хлеб сейчас держу в голове. Вот ухожу я, например, на Потайное озеро, уже учительница, уже ухожу ребятишек с Чёрного Ануя, перевалами, ухожу мимо музейной пещеры на Карахоле. В Карахоле мы будем покупать хлеб. Я знаю, в этом доме женщина русоволосая растёт, и она вынесет хлеб, вкусный-вкусный. И причём она, это будет не такая какая-то булка, а какая-то лепёшка, которую потом вот так только надо разрывать. Понимаете, не такая вот, как вот у нас, а вот та, вот и когда я буду рассказывать бабу, я говорю, опять была у той женщины, нам нигде там не дали хлеба, там же тоже алтайцы, они нам тоже продавали хлеб, да, а это просто так давала. Она ей говорит, тогда истинный хлеб, вот такими лепёшками раньше пекли, именно вот, когда его надо разламывать, он прям ломался. Вот так, и я к чему это, потому что, так, что-то я хотела уже ушла, но про хлеб-то я и сказала, нет, не к тому, что вот толки наши, да, толки. Нет, это самое интересное. И вот смотрите, мы как бы Туманово и Топольное остановились на том, что мы киржаки. То есть это люди, пришедшие до Федосиевцев. Так получается. Это где-то 18 век, сначала и до середины 18 века. Да, и с Бухтармы причём. Причём с Бухтармы. Что такое Бухтарма? Это Восточный Казахстан, там они жили. И если проследить название, у нас здесь, смотрите, Езёвка, там Езёвка, Черемшанка, там тоже Черемшанка, вот эти же Берёзовка, Большая Речка, один в один. Я тоже этого не знала, пока вот не познакомилась. Это сейчас территория Казахстана, а раньше-то она была... Да, они говорили там, про казахов-то они и речи не вели. Да, такого и не было. Да, они даже понятия не имели, что там было. Это, скорее всего, после казачёвского восстания, скорее всего, потому что там же как раз, вот юг Урала, уходящие в казахские степи, как раз оттуда потом шуранули всех. И казакам досталось, и стародецам досталось. А вот раз, вот эти вот, например, как Черемшанка, Сибиричиха, Тумана, Топольная, женились друг на друге, да, как всё. Потом поляки появляются после, потому что была такая фраза. Когда появились поляки, они-то и привезли двуххвосток. С роду не было двуххвосток. Они приехали и в сундуках своих привезли двуххвосток. Вот это я хорошо запомнила. Двухосные телеги. Я почему цепляюсь всё это за этот фидосеевский толп, вы меня, наверное, поняли. Потому что в книге «Хмель» Черкасов как раз очень хорошо описывает, как этот фидосеевский толп с поморья пришёл сюда. Как раз его погнали тоже после пугачёвского восстания и всего. И вот то, что сибиричихенцев их не любили, как они вот песни, они эти же песни, но они орут. Орут вот тут громко. А у нас всё так сдержанно. И вот одежда, вот это поморцы, это горбачи. Это будет молебельная такая одежда и рабочая. Сарафан это будет праздничная. А те ярко, материала много, товара много, всё много. Вот они вот такие вот, вот такие. Вот они другие всякие. А фамилии те же. Жениться, замуж, уходить до них можно. Можно, да? Можно. Так они те же самые родные, списались просто. Здесь на Алтае у староверов в принципе между собой никаких нет ни разногласий, ни путёров, ничего. Всё дружно, да? Нет. Было, когда вот эти вот подъедут, когда кто-то как-то. Ну да. Именно на религиозное прошло. Я тоже столкнулась с тем, что, значит, раз был дом такой, да, и печка, ну там жила семья алтайцев, потом её оставили. Мне директор совхоза говорит, бери под музей. Ну, у меня потом там вот, нехороший дядя там своровал полком там доме. И я на печку-то залезла, смотрю, там дырочка. Я так это навострила уши, думаю, да это что такое-то, неужели это дырники? Ну, значит, то есть, срубленный дом, наверное, был дырником, если бы скорее, чтобы он был заткнут, и там всё заделано. А тут, когда его пошевелили, дом-то, оно выпало. Я-то я сразу тоже подумала про это. Ну, Черкасов молодец, всё-таки, мне кажется. Вот, и у нас до сего дня, ну да, бабушки-то у нас как бы смотрят распятие. Я говорю, вы как разбираете распятие, где поморская, где старобрядческая? Поморцы они строгие были, так у нас дедолаз, так, простите, чей же он был дедоликат. Лубягин, Лубягин это поморцы сразу же. Вот так же, как я скажу, что вот после 1910 года Сталопинскую реформу создали гримишко-догремушка деревни, Марлапа наехали. Кучковский тут не смог жить-то, думаете, почему-то уже тяжко ему было. Марлапа вот в такой одежде, вот такой, и с лаптями. Ставьте сюда, приехали. И тут они, значит, тоже, ну, как понаедут со своими книгами, со своими иконами. Вот и разбирайся. Я говорю, ну, вы тогда поглядите, если голубочка нету, это поморское распятие над Иисусом Христом. А если голубочек, это киржатское. Вот так вот. А в книгах-то я уж не разбираюсь там, что вверх и вверх. Всю жизнь думал, что киржак это просто сибиряк-старобряец. Оказывается, есть разница немного. Потому что, смотрите, вера в Отца и Сына, и Святого Духа. И Святого Духа. А Святой Дух это образ именно с голубочка. А они говорят точно так же, но не упускают. Святой Дух это вот, или нет, свет. А у них уже прорисован образ с селки ржаков. То есть, еще, так я до чего сейчас догадался, что ладно, еще с официальной церковью старобряца здесь уже живутся, но с поповцами никак. Или поповцы с нами нет. Вот я, например, как там... То есть, тут разногласия более страшные. Как получается, значит, им же нашим все равно надо все это, листовочки, да, иконочки, там, календарей бабушкам. Вот, я выписывала. А тут посылки стали скрывать. Я говорю, бабушки, ну, не могу я вам это... Ну, скрыли и эти крестики выкрали даже. Ну, латунные хотя они, где мы, не посылками, не дошал до меня. Ну, ладно. Я говорю, давайте я в Поморскую церковь схожу, в Барнауле. А ты шла, ну, так и так. Я рассказала, говорю, да мы в смеси, мы поморцы, да киржаки. А тут такие киржаки. В церкви у меня спрашивают, кто такие киржаки. Ну, вроде бы, у моего же возраста, значит, у прислужницы Юля там, ну, это... Я говорю, Юля, ну, вот мы еще и поляки у нас есть. Я у дочери спрошу, что-то как-то вообще непонятно, кто вы такие. Я говорю, не знаете, что, я вообще пришла. Ну, вы, говорю, то же самое, вот службу ведете, как у нас. Вот все это же самое, в душе приятно. А до этого, прежде чем найти Поморскую церковь-то, я уже в два храма зашла. И в одном из храмов женщина смеялась над девушкой, которая пришла и говорит, помогите мне, у меня сглазили. А тайна дней посмеялась. И тогда слезами он уходит. Представьте. И я такая, значит, это не мой храм, это точно. Но у Поморцев я как бы все восприняла, служба послушаем, Поленечка. Я говорю, я пришла, по-моему, за иконочками, за крестиками, это... Можно, говорю, я еще буду приходить к вам? Да, пожалуйста, вроде бы, потому что, пожалуйста, ну, только вот служить-то. Вот потом мне звонят, мы разобрались, какие ржаки, вы к нам не ели, но служба-то не ели. Вот так вот. Нет. Нет, я говорю, знаете, что, может быть, и вот так случится, что, говорю, придется мне к вам обращаться, что отпевать, бабушек придется к вам обращаться. Нет, отпевать мы вас не будем. Вот. Вот так вот. Ну, я что-то такое подозревал, да, со стороны поповцев. Да, они поповцы, они поповцы, поморцы, поповского, только вот это древнеправославная церковь. Спасибо. 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 Спасибо.